Друзья, сегодня еду на поиск в доме колесника, буду там искать монеты. Надо мне было съехать с трассы, чтобы проехать на проселочную дорогу. С трассы съехал, здесь оказалась такая земляная дорога. Ох, побуксовал я здесь. Здесь дорога-то земляная, и немножко до верха не хватило мне подняться. Буквально метра четыре, наверное, все здесь встал. Все, дальше не едет. Спустился назад, оказалось, дорога справа есть. Гравийная, подсыпанная, ну такая каменная. Не подсыпанная она, а естественная такая, каменная. Все, дальше поднялся, и теперь дорога будет нормальная. Я поеду на поиск этого домика. Оделался я, можно сказать, легким испугом. Машина даже чистая. Можно сказать, вообще не замарался. Ну, дальше дорога теперь будет нормальная. По каменной проеду. Ну и будем искать, где же располагался у нас домик лесника. Друзья, всем привет! Вы на канале Поиск Монет Икладов. Сегодня у меня очередной выезд на поиск монет. Приехал я сегодня в интересное, очень удаленное место, которое расположено в гористой местности. И лишь небольшие участки есть, где... То есть есть небольшие равнины. И на одной из равнин таких, где я сегодня располагаюсь, стоял домик лесника. О нем известно из записок наушной экспедиции, которая сюда приезжала изучать флору, изучать фауну, растительность. И отсюда есть информация об этом домике. То есть в конце 19 века есть информация, но я так полагаю, что домик этот стоял еще задолго до этих экспедиций. Сегодня мы по нему походим. Погода у нас сегодня, мягко говоря, отвратительная, ужасная. И вот с перерывами между дождем буду ходить, друзья. Но дождь вообще вот буквально на 5 минут он сейчас остановился. До этого часа 3, наверное, он лил вообще не останавливаясь. Так что сейчас походим, друзья. Что найдем, вам покажем. Кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Сегодня, друзья, у меня экстремальный вид поиска, потому что дождь идет, не останавливаясь. Лишь в перерывах я начинаю что-то снимать, не дает вообще камеру даже достать. Но у меня был очередной сигнал. Первая находка у нас, друзья, зацепился буквально спустя, наверное, минут 20 за вот такой металлический сигнал. Начал его копать, но и обнаружил гильзу. Смотрите, вот такая гильзочка старая, без капсуля. Такая вот интересная. Ну да, сегодня дождь мне даже камеру не дает достать. Еще вот по таким кустам мокрым хожу, это ужас просто. Но ничего, если вот такие находки хотя бы будут, то это уже будет радовать. Сегодня я, друзья, выбрал погоду немножко неудачно. Льет дождь как из ведра, лишь временами у нас какие-то есть промежутки, когда его нету. Но, друзья, находки у нас все-таки сегодня присутствуют. Хоть и я весь мокрый, по колено, трава мокрая вся. И у нас очередная пуля, только свинцовая немножко. Сейчас я вам ее покажу. Пуля обычная свинцовая. Видно, что уже стреляная, судя по всему, потому что, видите, место удара. И плюс она деформированная. Материал свинец. Ну, это 19 век, как минимум. Вот такие вот находочки. Дождь только что остановился на 5 минут. Решил камеру достать. Ладно, продолжаем дальше искать. Сегодня погоду с нами играет злую шутку. Невозможно абсолютно ходить копать. Я весь уже мокрый. Дождь буквально на минуты заканчивается. И вот в этот промежуток что-то начинаешь снимать. Сегодня маленько у меня неудачный выезд получился. Но, тем не менее, еще время есть. У нас походим здесь сейчас. Что найдем, друзья, то покажем. Вот туда бы еще спуститься чуть пониже. Но там все заросло. Там видно, что какой-то каркас стоит. Но туда трава. И вот такой вот кустарник большой растет. То есть смысла туда нет. Может быть, современный охотничий какой-то домик. Но, фиг его знаю, туда лезьте по траве особо-то не хочется. Так что давайте сейчас здесь походим, раз здесь у нас сигнальчики есть. Ну и что найдем, то покажем. Друзья, нашел очередной сигнал. Сейчас будем смотреть. Так, что-то есть. Что-то есть. Здесь земля хорошая такая, песочная. Друзья, монетка. Первая монета. Первая, друзья, монета. Сегодня без перчаток, блин. Так, это у нас, судя по всему, деньга. Монета у нас оказалась. Деньга Екатерины. 1700. Не знаю, какой год даже, потому что здесь окисленность большая. Но с этой стороны более-менее хорошо сохранилась. Георгий Победоносец просматривается полностью. Видно здесь все детальки. Но вот здесь подкачал немножко. Ну попробую почистить. Может что-то из нее получится. Сейчас поднялся чуть повыше. Здесь нашел старую дорогу. Видно, кто-то на пасеку здесь ездит. И нашел через дорогу. Идет такая жила кварцевая, знаете. Она такими слоями через дорогу ровно идет. Вот они. Раз слой, два слой. Кварцевые такие. И я вот думаю, есть ли здесь золото. Как думаете, стоит ли здесь поискать? Пишите ваши версии, друзья, в комментариях. Такая вот интересная дорога. Метку на карте поставлю. Может когда-нибудь приеду сюда. Сейчас, друзья, хожу. Ищу монеты с металлоискателем. Ну и что-то взгляд туда вниз на склонный этот опустил. А вот отсюда косуля бежит. И туда в лес, короче. Ну пока камеру доставал, она убежала. Но тем не менее, друзья, у нас находочка. Сейчас я вам ее покажу. Место, судя по всему, оно не богато. И находок здесь не ахти, как говорится. Хожу уже больше двух часов. И вот четвертый сигнал. Только более-менее хороший копнул. Или пятый, не помню уже. Но здесь мусора вообще нет. Либо старая какая-нибудь. Безделушка. Ну либо вообще ложный сигнал. И нашел вот такую штуку. Место сильно удаленное вообще от деревень. Поэтому здесь и денег, скорее всего, не будет особо. Вот, тем не менее, нашел какую-то пластинку. Трава везде мешает. Так бы можно было ходить. Такой кустарник здесь заросли. Известно, что в конце 19 века сюда, на это место, приезжала экспедиция научная с Петербурга. Для того, чтобы изучить флору, изучить фауну, местную растительность и животный мир. Кроме того, на основе этой экспедиции был создан целый каталог животного мира. Грубо говоря, была опись растений и животных. Этот том я даже находил. Но, к сожалению, я его не читал. И, друзья, погода, к сожалению, камеру позволяет достать, грубо говоря, только по праздникам. Дождь кропает. И у меня, друзья, была находка. Крайне интересная. Эй, муха. Кыш мухи, блин. Кыш. Находочка, друзья. И, судя по всему, это у нас сибирская копеечка. В шикарном сохране. Здесь вообще земля бомбезная. Так что, друзья, давайте посмотрим поближе. Копейка сибирская, 1777 год. Вы представляете? Можно сказать, бинго, 1777 год. Три семерки. Сохран вообще бомбезный. Здесь песочек. Она вообще как будто бы даже в обращении не была. Я вот ее немножко водичкой помыл. Ну, все это, думаю, грязь это отмочится. Дождь, слава богу, вроде ушел в сторону. Но не знаю, сейчас новый должен прийти. Я думаю, он временами то уходит, то приходит. Ну что, друзья. Почти всю эту территорию доступную я исследовал, которая здесь более-менее чистая, без травы и кустарника. И выцепил сигнальчик. 0,1 28. И сейчас хочу его, друзья, копнуть. Тональность низкая на металлоискаделе, поэтому вряд ли эта монета будет. Но давайте копнем, как говорится, все равно. Так, что-то выкопал. Давайте камеру поближе поставим. Так. Куда-то что-то сюда откинул. Вот сюда. Уже, можно сказать, возле лагеря своего. Нашел сигнал. Но больше нету здесь. Место небогатое. Видно, что сигналов немного. Но кто-то был здесь весной. Так, ну и где сигнал у нас? Так, где-то здесь. Так. Что-то, друзья, в руку взял. О, пуля. Пуля. Интересно. Мелкашка какая-то. Разорвана уже. Интересно. Берем тоже находочка. Ну, а на этом, дорогие друзья, у меня все. Погода сегодня нам окончательно не дает поиском монет заниматься. Идет дождь постоянно. Поэтому решил, друзья, ретироваться. Обязательно еще сюда вернемся. Так что следите за новостями на канале. Всем удачи. Всем пока. Друзья, всем привет. Вы на канале Поиск Монеткладов. Сегодня я приехал в крайне удаленную деревню, которая была образована старобрядцами. Ну, впрочем, все здесь деревни практически были основаны ими. Так вот, деревня берет свое начало еще с 1730-х годов. А в 1746 году здесь был поручик Волков, который описывал все эти места. Он писал, что здесь насчиталось 8 дворов и около 50 человек здесь проживало. В основном они занимались промыслом, занимались рыбалкой, занимались охотой. И он описывал, что деревня располагается среди небольших возвышенностей, небольших холмов и расположена в долине, которая заливается в летнее время цветами, ароматами лугов. И это действительно так. Здесь настолько красиво, что не зря сюда старобрядцы приходили в поисках беловодья. Сегодня мы посмотрим, что здесь люди за время существования теряли и что же нам удастся сегодня найти. Так что, кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну а мы начинаем. Год назад на это место, на эту деревню я уже приезжал, делал здесь разведку. Там недалеко стояла церковь, я искал. Если только на канале давно, наверное, уже видел этот ролик. Хожу по поляне, просто чтобы зацепиться за сигналы, где-то начать. И у меня выпала, друзья, находка. Судя по всему, монета. Монетка небольшая, вся окисленная. Так, это у нас 1,4, судя по всему. Смотрите, просматривается. Да, только она окислена немножко. Вот она даже, трава как присохла, смотрите. Вот она, зелень вся эта. Ну, почищу, потом фотографию прикреплю. На границе с кустарником здесь обнаружил сейчас сигнал 0,8, 28. Давайте будем копать сейчас, досмотреть. Ну, если известно, что здесь в 1746 году было 8 дворов, я не думаю, что здесь будет много-много монет, потому что, ну, народа мало. Торговля, я думаю, вообще здесь особо-то не шла. потому что, ну, жили в основном натуральным хозяйством. что-то взял, друзья, в руку. Что-то взял в руку. Ну, сигнал на крестик похоже, знаете, на лепесток такие же показания. А, нет, блин. мусор какой-то. Такая вот. Хожу по старой деревне, здесь видно такие луга, которые еще не заросли. Здесь, скорее всего, были огороды, были какие-то, может быть, сады, где были плодово-ягодные насаждения, потому что вот здесь местами видны яблони еще, и вишня растет. Ну, а у меня был сигнал здесь. И весьма интересный. Хочу вам его показать. Такая вот находка у нас, смотрите. Виднеется. Где она? Вот она. Монета, судя по всему, друзья. Судя по всему, монета. Так, а что за монета? Давайте. О, вижу, 1746 год. Сейчас помою, посмотрим. Под катушкой металлоискателя у нас оказалась довольно-таки старая монета 1749 года, полушка, номинал. С этой стороны у нас орел просматривается. Ну, вот. Она, можно сказать, свидетель того, чем люди здесь занимались, и несет энергетику тех людей, которые ей расплачивались, возможно. И как раз в это время здесь в 1746 году был поручик волков. Вот такие находочки у нас попадаются здесь. Субтитры создавал DimaTorzok уловил сейчас сигнал. Ну, такой неустойчивый, но повторяющийся, возможно, глубокий 2439 сигнал. Шкала пока сглубоко, поэтому надо копнуть. Вот, проблескивает. Давайте копнем его сейчас и посмотрим. Хожу уже часа, наверное, полтора. Вот, две монеты нашел только. Так. Ну, сюда старообрядцы не зря уходили. Места здесь действительно очень красивые, очень живописные. Так. Ну, и где сигнал? А, вот, друзья. Подкова. Вот, что у нас пищало под катушкой металлоискателя. Подкова. Вот такого плана. Да. Интересная находка. Ну, известно, что всегда при любом дворе, в деревнях, практически были всегда лошади. Ну, это уже, скорее всего, советская. Ладно, берем, продолжаем дальше копать. В прошлом году я на этом фундаменте неплохо покопал. Были интересные монеты. Здесь три копейки серебром нашел крупную такую монету. И не знаю, как я пропустил и в том году здесь сигнал такой, но, тем не менее, обнаружил сейчас очень хороший. Хоть ходил и здесь. Так, сигнал у нас сейчас скажу. 0,1,50 1,47 1,47 сигнал. Поэтому давайте будем проверять, что у нас тут лежит. Так. Здесь недалеко река протекает. И люди занимались рыболовством. Так, где-то здесь. Ну, кроме того, как я уже сказал, охотой занимались, промыслом. Садили пшеницу. Так, где-то здесь. Где-то выпало. Так, где-то вот здесь. Ну, и кто сигнал-то делся? Пшеница. Друзья. Вы слышите этот сигнал? Сейчас скажу вам. 11,46 11,46 Вот она. Вот она монетка. Здесь мусора вообще практически нету. Я вот только алюминиевую банку выкопал и крышку алюминиевую. И вот такие сигналы, друзья, очень приятно копать, когда место чистое. Так, это у нас деньга, судя по всему, опять. Да, деньга, смотрите. Монета у нас оказалась деньга 1748 года. Просто изумительный сохран. Вообще никакой окисленности нету. Правда, буковка Г у нее потеряна. Видимо, может быть, перечекан, либо неровный удар был. Но, тем не менее, деньга старая. Следовательно, здесь люди все-таки теряли. Хотя и была относительно небольшая деревня, но, видимо, торговля все равно была. Без денег-то люди, как все равно что-то купить-то надо было. Вот такие монетки здесь теряли. Сейчас обнаружил небольшую полянку здесь. Ну, тоже, скорее всего, дом стоял. И метров, наверное, ну, 35, может, 40 длиной. Ходил, копал вот такие пластины. Я запарился, если честно, их копать. Они на каждом шагу здесь лежат. Я не знаю, от чего это. Довольно-таки частая находка. Тоже на других локациях. Но здесь просто усыпано все. Такое ощущение, кто-то специально. Либо она раскололась и вытряхнули здесь на полянке на этой. Ну, в общем, ни одного сигнала не было полезного. Однако, вот этих накопал я пол кармана. Наверное, минут 40 потерял я. Сейчас хожу здесь по полю, обнаружил маленькую монетку, но очень-очень достойную, очень интересную. Это полушка Екатерины Второй в довольно-таки хорошем состоянии, я думаю, будет после чистки. И хожу сейчас по красивой долине, где как раз стояла деревня, и открыл статью, которую читал. И здесь пишется, что прибывший в 1913 году учительствовать в эту деревню один из краеведов, звали его Алексей, был очарован буйной красотой и необычным богатством природы этого края. Традиции этой деревни, они глубоко уходили корнями в старину. Так вот, как раз-таки эти самые монетки, которые здесь люди теряли, мы их сейчас находим. И действительно здесь такая красота, не зря сюда старообрядцы приходили в поисках сказочной страны, мифической страны Беловодья. И вот недавно как раз я ездил к Белухе, тоже оттуда немножко кадры снял, и действительно места очень красивые и с необычной энергетикой. Ну а мы вот пока ходим здесь, монетки собираем. Интересная монета у нас попалась, маленькая полушка, посмотрите, какая красивая, как говорится, маленькая да удаленькая. С этой стороны немножко подкачала, но я ее почищу, она тоже будет хорошая. Монет здесь не так много, потому что, как я уже сказал, торговли здесь особо не было, но зато сюда приезжали очень-очень часто экспедиции научные. изучали здесь растительность, изучали жизнь и быт людей, ну и много довольно-таки сохранилось истории об этих местах. Ну, мы сейчас ходим и собираем монетки. Друзья, у меня очередной сигнал 12-12, 12-13 такой, скачущий. Ну, так обычно у нас показывают крестики, либо проволока какая-нибудь алюминиевая, но сегмент из алюминия. Но иногда крестики попадаются. Кстати, сегодня ни одного креста не было, хотя деревня была старобрядцами основана, религиозными довольно-таки людьми, однако ни одного крестика я не нашел сегодня. Так, не выкопал. Так, есть. Что-то, друзья, нашли. Вроде. Так, тишина. Что, блин, зафигня. Да ё-моё, что здесь есть-то? Весь комок уже убрал. А! Монета маленькая. Советская копейка. Советская копейка. Маленькая небольшая монетка. Я её как в этих кустах там нашел, блин. 32-й год. Здесь по ободу надпись «Пролетарии всех стран соединяйтесь» и надпись «СССР». Вот такая вот монетка старая. Почти тоже сто лет. Берем, отлично. Продолжаю изучать территорию, где когда-то стояла деревня. находок сегодня не так много. Потратил я порядка часа два с половиной я уже хожу, даже три. И выловил сейчас сигнал здесь. 10-45. Таких сигналов не много. В основном копаю железо. Я вон там кучу уже наложил. Ну, килограмм наверное 10-то точно. Я вон там кучу уже наложил. Ну, килограмм наверное 10-то точно. Так что давайте посмотрим что здесь. Ну, сигнал хороший. 10-45 10-46 это такое пропускать точно не надо как говорится. У нас еще с запада грозовой фронт надвигается. Мне еще отсюда выехать надо. Так, не выкопал. Так, выкопал. 17-41 сигнал поменялся. 0-9-47 сигнал, друзья. Где-то тут же был ее Александровская копейка 1820 какой-то год. Здесь последняя цифра к сожалению затерта. Не затерта, а окисленная. 24-й или 26-й год. Да, 26-й год, смотрите. Блин, нет, могу ошибаться. Так что не буду лучше гадать, лучше почищу дома. Не понятно, то ли 26-й, то ли 24-й год. копеечка. Тем временем у нас, друзья, судя по всему, дождь скоро пойдет. С запада надвигается, там чуть ниже вообще темная туча. Нашел здесь фундамент, получается идет в ту сторону, ну большой такой идет, метров, наверное, 7-8 в ту сторону тоже идет. Часть заросла уже, а часть еще нет. Покажу здесь, изучаю, монетку сейчас дернул здесь недалеко, видимо, дом стояло, может, другая постройка какая-то. Правой здесь не так много еще, я думаю, еще можно ходить, здесь немножко севернее, но там у нас уже везде давно поднялась, трудно ходить. Здесь в этом году, смотрите, сколько клубничника, это ужас, все в клубнике, здесь он все в ягоде. Сейчас через недельку она здесь поднимется и поспеет, нормальная будет. Зашел сейчас хороший сигнал, как предыдущий, тоже что-то 10-47 был. Ну и решил его тоже показать. Вот, сегодня я накопался, в среднем получается так, блин, думал, думал кортик какой-то лежит. В среднем получается ну одна монета в час у меня выходит. 11-39 вроде выкопал, или что-то какой-то он неуверенный. я здесь выкопал все-таки 12-44 даже. что-то у нас здесь так, ну и что здесь вот она вот она оказалась та монетка действительно сигнал хороший был соответствующий. Полушка Екатеринская. Сейчас помоем, посмотрим. Недалеко от предыдущей монеты нашел еще одну 1787 года. Это полушка у нас с Георгием Победоносцем. Ну сохран такой посредственный и не знаю может она отмочится эта вся зелень. Но рельеф плохо просматривается. А так ничего монетка приятная. Сегодня у нас вообще старина можно здесь сказать. Практически один 18 век. Ладно, берем. Отличная монетка. Ну а на этом дорогие друзья у меня все. Спасибо, что посмотрели сегодня данный выпуск. Посетили сегодня это место со мной. Все находки которые я сегодня сделал я вам показал. Изучили немного историю нового места. Хоть монет у нас не так много, но все равно есть что показать. Так что всем удачи друзья, всем пока. Друзья, всем привет. Вы на канале поиск монетокладов. В предыдущих сериях я ездил на поиск монет по алтайским аулам, где мы нашли старое кладбище и старое какое-то поселение алтайское, где жили кочевники и сделали немало находок. Обязательно посмотрите предыдущие серии, кто не смотрел. А сегодня друзья, я решил продолжить поиск монет, а точнее заложил шурф на участке где была пасека в 19 веке. Они известны из литературных источников. Эти серии тоже можете посмотреть на канале обязательно, чтобы быть в курсе событий и что мы здесь вообще нашли с металлоискателем. Ну а сегодня мы будем шурфить участок, где было найдено самое много монет, то есть я там их штук 6-7 нашел вроде. И то есть участок, где много кирпичей идет, участок, где много камней, я решил его начать шурфить. И сегодня вот я буквально два метра прокопал, чтобы где-то зацепиться за участок, по каким-то внешним признакам таким можно определить. И друзья, была находка у нас первая, ну метра наверное полтора я может прошурфил. А находка была металлическая, а вместе с ней еще крышка накрученная. То есть металлическая штука, от чего она я к сожалению не могу даже предположить. Возможно горлышко какое-то, не знаю, труба, просто видно что крышка алюминиевая, знаете, как от бочонка. от фляжки. Вот такая же крышка здесь. Вот такая здесь друзья находка была первая. Сейчас я продолжу здесь все это дело шурфить. То есть именно вот эта крышка и дала сигнал хороший. Прям такой звонкий цветной был. Сейчас продолжим этот участок шурфить. у меня друзья здесь сигнальчик куда-то сюда откинул. где-то здесь обломок креста. Крестик друзья сломанный. Первая у нас полезная находка сегодня обломок креста. Вот такой сейчас я помою посмотрим поближе. вот такой друзья обломок креста попался здесь на шурфе. На месте где у нас стоял дом пасечника скорее всего потому что участок самый богатый на камне то есть на кирпичи керамики очень много здесь встречается вот участок здесь уже два метра прошурфил в таком месте располагается. Кстати в прошлом видео я рассказывал что за этим холмом у нас действующая пасека стоит и сегодня я попробую квадрокоптер запустить если ветер сильный не будет и посмотрим как там вообще на местности и что там располагается на участке где сегодня я заложил шурф до сих пор еще со старинных времен сохранились плодово-ягодные насаждения вот там яблоня чуть дальше растет ну также возможно и в советское время что-то располагалось поэтому такие молодые деревья но тем не тем не менее у меня была находка вот в этом углу там глина кстати пошла уже с известью скорее всего дом этот был побелен а потом когда ломали это все рушилось и находки вместе тоже туда это падало все под пол кстати сейчас я вам покажу даже так это пуговица находка у нас была пуговица я ее почистил щеточкой и она оказалась рельефом и была она вот в этой как раз извести и глине смотрите вот такая вот интересная с рисунком и узором но она кстати вот уже тут сгнила наполовину одна сторона зелень идет но тем не менее вот такие у нас друзья находки здесь на участке где стоял дом пасечника сейчас друзья получается иду в противоположную сторону решил заложить новый шурф туда сигнала вообще практически нету а сюда перешел друзья у меня сигнал 0245 такого здесь сигнала у меня еще друзья не было поэтому давайте будем копать ну и куда наш сигнал делся где-то здесь так давайте смотреть будем 0130 0140 вот такой скачущий сигнал так что-то что-то выпало блин есть друзья вот она монетка да монета первая монета так а что это у нас за номинал ничего не понятно сейчас поближе посмотрим монетка у нас окисленная но тем не менее давайте помоем посмотрим что у нас тут за а так это монета у нас серебром здесь к сожалению тоже присохло что-то с этой стороны вензель императора николая первого просматривается читается полностью у меня тут возникла идея я с собой брал очиститель карбюраторов карп обычный сейчас мы попробуем эту монету попшикать и посмотреть как будет вести окисленность это может быть даже мы почистим сейчас итак давайте попробуем обычным карбом попшикать на монету и посмотрим что с ней будет итак друзья кроме как то что очень сильно монета охладилась то есть холодная стала никаких изменений я не заметил то есть от очистителя карбюратора монету почистить нельзя ну хотя вот немножко отстает грязь окисленность никак а ну вот даже смотрите как грязь отходит немножко я думаю она и без него тоже бы отошла надо со временем подождать либо замочить его может быть но эту монету не так жалко то есть она не испортилась цвет монеты кстати тоже не изменился такой у нас эксперимент получился хотя вся окисленность ушла карп ли в этом виновен я не знаю скорее всего он все равно растворяет немножко но монета в цвете не поменялась но скорее всего тоже окисленность она не появилась соединения химические другие образовались но когда высыхает тут да все таки есть цвет немножко меняется окисляется монета все таки до этого был у нее зеленый такой темный зеленый сейчас светлый стал так вот ладно такой у нас получился эксперимент засыпал предыдущий шурф сейчас иду в другую сторону новую полосу начал здесь два штыка снял может даже три сигнал он здесь был неположительный и у меня сейчас очередной сигнал на металлоискателе не знаете сигнал цветной 1237 ну это обычно цветной сигнальчик у нас это у нас обычно цветной так ну да выкопали нет не выкопал так у нас у нас куда-то сигнал провалился да вот он сигнал какой ё-моё блин пробка блин раскатал губу на хороший сигнал водочная пробка обычная находка на фундаментах выгреб сейчас с участка где стоял дом получается уже четыре слоя и у меня друзья вот здесь в отвале сигнал 1141 сигнал такой надо точно копать сейчас мы его откинем куда-нибудь подальше в другое место но нет меня не меняется где-то здесь 1243 временами меняется на 1142 по-любому где-то на первом слое лежит потому что я тот предыдущий прозванивал весь где-то здесь где-то он у нас здесь давайте будем искать так визуально визуально не вижу нет ничего вот она керамика идет смотрите и все и усыпано монетка очередная монетка монетка монета и так сибирская что ли сибирская полушка или нет нет не сибирская эта полушка обычная екатерининская с всадником с Георгием Победоносцем сейчас помоем посмотрим поподробнее и так друзья полушка у нас оказалась 1792 года здесь она тоже зеленоватая такая но тем не менее будет я думаю хорошая по состоянию эта грязь тоже счищается на ногте вот остается так что тоже монету попробуем спасти и будет украшать нашу коллекцию ну а сейчас дорогие друзья я запущу квадрокоптер за вот эту гору там по спутниковым снимкам видно что стоит пасека и возможно она образовалась на основе этой пасеки которая была здесь основана еще в 19 веке мы посмотрим какая туда дорога может я даже туда проеду и ну посмотрим что там вообще располагается так что давайте друзья приступим к нашему полету судя по данным с квадрокоптера до этой пасеки порядка полутора километров видим что идет грунтовая дорога а рядом протекает небольшая речушка недаром здесь пасеки раньше ставили с 18 века потому что здесь огромные медосборные угодья и мед этот славится на всю страну кроме того сюда скорее всего приезжали купцы скорее всего приезжали какие-то торговцы покупали здесь товар мед шел обмен продажа и естественно теряли деньги это все которые мы сегодня с металлоискателем и находим на этих старых местах и так сейчас на горизонте видим что появляется уже пасека сейчас подлетим поближе и посмотрим что там расположено и так внизу мы видим что стоит пасека небольшая ульев наверное 80-90 скорее всего может больше если посчитать несколько строений видно даже чуть дальше расположен небольшой водоем небольшое озерцо и скорее всего по этим старым дорогам когда-то тоже приезжали купцы покупали здесь и где-то в этих старых местах на этих старых дорогах теряли свои монеты давайте теперь вернемся домой ну и будем продолжать наш поиск ну что друзья сегодняшний наш шурф продолжается уже я его заложил наверное третий копаю я ну до момента покуда не начнется материк земли то есть основание уже плато до того момента я копаю ну здесь сантиметров может 70 может 75 80 вот так идет глубина находки на разной глубине разные друзья вот сейчас допустим я нашел вот такой вот шарнир это у нас на двери или на ставни раньше делали железный и нашел вот такой гвоздь кованый а гвоздь кованый тоже старинный кроме того нашел сейчас вот такую пряжку то ли это конинка то ли это от шкатулки какой-то ну такая пряжка в общем гнутая вся никаких инструментов пасечных я здесь не нашел кроме как вот металла мусора какого-то опять же участок большой и естественно все не перекопать и не найти поэтому локально здесь хотя бы что-то нахожу но тем не менее находки есть выгребаю сейчас яму из-под фундамента иду вдоль линии как вот так дом скорее всего стоял потому что здесь самая концентрация камней идет видимо подсыпано возле дома было может быть да вот здесь все выгребаю сюда откидываю два слоя снял сигналов никаких не было а на третий у нас четкий звук идет 15 41 давайте будем смотреть копать так уберем металлоискатель пока что и сюда в сторону будем откидывать так прозваниваем нет не выкопал стенки где-то здесь лежит так еще раз прозваниваем все тишина пороговый тон сохранился следовательно вытащили находку нашу так сюда теперь переключаем есть друзья 0844 сюда откинули так так все камеру установили давайте давайте будем смотреть здесь все в мелкой крошке белой такой знаете известь скорее всего находка находка монета третья монета или четвертая я уже сбился копейка 902 год копейка период управления николая николая 2 1902 года давно у нас таких копеек не было санкт-петербургский монетный двор ну сохран хороший в принципе 902 год монетка что надо даже такая все равно приятно потому что у нас в современном мире там пару штук уже найти это уже большая большая удача вот такая вот находка берем большинство сегодняшних моих находок сконцентрированы все почему-то в одной стороне ближе к восточной стороне то есть возможно там был вход либо там была кухня но именно в этой стороне было сконцентрировано самое много находок я нашел там и монетки две штуки нашел и обломочек креста я там нашел и сейчас друзья прошел новую полоску глубина где-то сантиметров ну может быть 60 был очередной сигнал я его сюда откинул а там у нас друзья ждет нас находка сейчас я вам ее покажу вот это все там под низом это все шур идет то есть земля это свеже насыпанная и он там лежит судя по всему крестик православный старинный вот он я его заметил даже еще не смотрел о-хо-хо даже уже успел обсохнуть пока я тут снимал да православный давайте помоем может быть там и краска сохранилась так давайте аккуратно будем водичку лить просто размывать грязь видно уже белую эмаль на крестике по центру ну да он немножко окисленный обычные даже иногда даже веревочки сохраняются представляете веревочкам более 100 лет а они сохраняются иногда с цепочками крестики попадаются вот такой крест видим что центральная часть покрашена была белой краской здесь даже зеленовато немножко присутствует с этой стороны молитвы ну то есть стандартный крестик я их наверное уже сотню выкопал таких размер чуть поменьше я побольше даже находил вот так полностью больше трех пальцев было этот чуть поменьше вот но все равно очень интересно находить такие находки которые свидетельствуют о том что люди здесь верующие жили пасечник скорее всего носил и потерял берем отличная находка судя по всему домик этот был небольшой я прошел одну сторону метра 4 получается во вторую сторону я еще не шел то есть весь периметр я сказать не могу точно но все находки сконцентрированы были в одной стороне то есть вот где сейчас я копаю я сейчас вот по колено выкопал находок глубже уже нету прокопал здесь одну сторону сантиметров семь с глубиной вот такая ширина у меня идет откинул туда землю вон туда и у меня друзья там сигнальчик давайте посмотрим его так сейчас прибор наш загрузится так где-то здесь был 0,9,10 0,9,10 сигнал явно не монета может быть советская монета что ты будешь делать так где обломок крестика маленького только на этот раз вот такой друзья обломочек креста маленький на этот раз у меня такое предположение что это скорее всего детский взрослые не будут носить такой маленький обычно лепестки были побольше они а этот маленький давайте его аккуратно водичкой промоем тоже кстати белая эмаль наблюдается видите по бокам тоже был разукрашен но они цветной глазурью красили наши предки это сейчас на любой вкус можно с золотом можно с серебра с любого металла себе сделать крестик любое изделие получить а раньше умельцы делали своими руками все на сегодня друзья я закончил шурфить сейчас я отправляюсь на другую локацию где тоже буду искать монеты с металлоискателем оно не менее интересное и не менее историческое так что оставайтесь друзья на канале тоже там будут находки я думаю интересные ну а на сегодня все находки вам показал были и монеты и крестики и шмурдика накопался еще сколько не показал это просто ужас так что всем удачи друзья остаемся на канале не переключаемся спасибо 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 Субтитры создавал DimaTorzok